Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. Сестры милосердия. В последние десятилетия они, словно сойдя со страниц военных хроник и литературных произведений прошедших веков, вновь совершают свое служение в больницах, тюрьмах, приютах для бездомных и детских домах. Несут свет Христов страдающим и обремененным. Врачуют тела и души. Главная задача сестер милосердия заключается не в том, чтобы избавить человека от всех скорбей, а в том, чтобы помочь ему понять их смысл. Архимандрит Иоанн Крестьянкин говорил, задача сестры милосердия – помочь больному полюбить свою болезнь. Сестра милосердия – это не просто медицинский работник, а сестра, укорененная в вере и имеющая мир в своем сердце. Помочь сестрам в их каждодневном подвиге призвана книга, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Она вышла в свет в издательстве «Благовест» и называется «В помощь сестре милосердия». В эту книгу вошли проповеди известных пастырей и наставления святых отцов. Они, по словам издателей, помогут сестрам милосердия найти верные духовные ориентиры и поддержат в трудные минуты. Открывает книгу проповедь святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на тему «Почему именно милосердие?». Отвечая на этот вопрос, предстоятель Русской Церкви, в частности, отмечает, «Когда мы творим милость, мы что-то отдаем от себя другому человеку – материальные средства, некие предметы, внимание, заботу. Мы в каком-то смысле идем против общего течения, потому что движение всей цивилизации направлено на то, чтобы облегчить человеку жизнь, чтобы человек становился сильнее, богаче, обладал большей властью. На достижение этих целей направляются усилия большинства людей. А совершающие дела милосердия свидетельствуют о том, что идет другим путем, который Господь называет узким. Не все могут по нему идти, но именно этот путь милосердия ведет нас в Царствие Божье. На этом пути раскрывается сама суть человека. Слова остаются в стороне, а главное – Бог видит подлинное состояние нашей души и оценивает нашу жизнь. Но узкий путь не только трудный, это еще и очень благодатный путь. Человек, делающий добро, сам добрый, а добро – это всегда положительное состояние духа, это мир внутри, это спокойствие, это присутствие Божьей благодати. Совершение добра есть путь не только стяжания Божьего ответа, праведного и благоприятного на страшном суде, но и путь стяжания мира и радости в этой земной жизни. По словам патриарха Кирилла, очень важно, чтобы Церковь была школой милосердия. Святейший Владыка предлагает каждому в дни грядущего поста протестировать свое духовное состояние, спросить себя, а что я сделал доброго, кому я реально помог, кому протянул руку помощи, с кем разделил свои материальные ресурсы. Буду ли я оправдан на страшном суде? Потому что именно о делах милосердия нас будут спрашивать на суде Божьем. Сегодня многие говорят о необходимости милосердия, создают организации помощи. О милосердии вы можете услышать в средствах массовой информации и в электронных, и в газетах. Но как мало тех, кто реально творит дела милосердия. А в этой книге читатель найдет примеры милосердных людей прошлых веков. Как говорится, в издании «Милосердие» способность к состраданию, сопереживанию издревле были присущи нашему народу. Само понятие «благотворительность» родилось в России более двух веков назад и связано с именем и деятельностью императрицы Марии Федоровны. Ее обширная благотворительная деятельность составляет целую эпоху в истории внутренней общественной жизни России. Об этом говорится в очерке о сестринском служении. Он познакомит читателя с историей благотворительности в России более чем за два столетия. Известные подвижницы прошлого, такие как Даша Севастопольская, Юлия Вревская, Римма Иванова и другие, рассказы о которых помещены в книге, явят примеры христианского делания для сестер милосердия наших дней. Среди их славных имен есть и святые – императрица Александра Федоровна, и великие княжны Ольга и Татьяна, преподобно-мученица Елизавета Федоровна. На страницах книги мы читаем. В 1890-е годы в стране действовало около 15 тысяч благотворительных учреждений. С 1880 года и почти до окончания Первой мировой войны действовало Российское общество Красного Креста. Подготовка сестер милосердия находилась под патронажем императрицы Марии Федоровны, супруги императора Александра III. Император Николай II продолжил традиции. При его участии были созданы общества по всеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям под покровительством императора. Именные благотворительные общества членов царской семьи. В 1913 году появился общий семейный романовский комитет по презрению детей-сирот из сельской местности. Русские сестры милосердия сыграли одну из важнейших ралей во время Первой мировой войны. Деятельность сестер милосердия началась еще осенью 1914 года, когда императорская семья открыла в Большом царско-сельском дворце военный госпиталь. Сестрой милосердия могла стать вдова, либо девушка от 18 до 40 лет любого сословия, но обязательно христианского вероисповедания. Также обращалось внимание на нравственность претендентки. Около года сестра должна была пройти подготовку, а потом сдать экзамен. Получив специальный документ, девушка могла приступать к работе. Сестры объединялись в общины, которые находились в ведении общества Красного Креста. Самой многочисленной была Георгиевская община, созданная еще в 1892 году. В нее входило более 1600 сестер милосердия. На фронтах Первой мировой работали почти 20 тысяч сестер милосердия. В конце Первого года войны насчитывался 71 госпиталь и около 120 лазаретов. Важным примером для многих девушек и женщин была сама царская семья. Императрица Александра и ее сестра, великая княгиня Елизавета, и дочери Ольга и Татьяна с начала войны стали работать в лазаретах. «Слава Богу за то, что мы, по крайней мере, имеем возможность принести некоторое облегчение страждущим и можем им дать чувство домашнего уюта в их одиночестве. Так хочется согреть и поддержать этих храбрецов и заменить им их близких, не имеющих возможности находиться около них», – писала государыня. Великая княгиня Елизавета Федоровна также лично помогала при операциях, а потом выхаживала самых тяжелых больных. Сидела у постели, меняла повязки, кормила, утешала. По словам святейшего патриарха Кирилла, ее пример свидетельствует о том, какой великой силой является доброта. Подробнее о подвиге святых и других сестер милосердия говорится в этой книге. Как говорится в издании, историческим итогом сестринского дела в России XIX – начала XX веков следует считать разделение таких понятий, как «медицинская сестра» и «сестра милосердия». Она не просто медицинский работник, а сестра, укорененная в вере и имеющая мир в своем сердце. В настоящее время в каждой епархии русской церкви существуют общины сестер милосердия. Сестры милосердия диригируются церковью в больнице, детдомах, хосписы, тюрьмы для освящения и наполнения истинным содержанием ныне выхолощенные понятия добра, милосердия, любви. На страницах издания собрано лишь несколько примеров героического труда сестер милосердия, особенно в военные годы. Но с ними очень полезно знакомиться всем нашим современникам. Дорогие друзья, ну а нам сегодня пришла пора прощаться. Читайте мудрые, душеполезные книги. Вы найдете их в церковных книжных лавках. Мир вашему дому! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok